Ты чего такой несчастный? Да блин, сюда еще, наверное, сетка лука поместилась бы. Да, действительно, целый уголок, Саша. Блин, корова. Стою, смотрю. Ну что, куда-то надо идти за меня. Дай проехать, а? Красота страшная сила. Саша, ты позируешь, что ли, стоишь? Жижа. Класс. Только вот кто и почему назвал пикап рабочей лошадкой? Надо отметить, что это не история любви с первого взгляда. Точнее, не история заочного знакомства с целью дальнейшего сожительства. Если это видео наберет тысячу лайков, давайте переговоримся так. Я напишу книгу «300 плюс идей применения пикапа в повседневной жизни». Кто там говорил-то, что ему нечего возить? Это вот мы просто с рыбалки возвращаемся сейчас. Полдома, блин, вывезли. Везем обратно. Дерево вот это видно? Да, но только не полностью, но... Вообще, очень много, друзья, чего хочется рассказать. Но давайте обо всем по порядку. Если говорить про нас, то, живя в деревне, без надежного механического помощника, очень трудно буквально не прожить ни дня. Каждый день нам что-то надо. Начиная просто от поездки в магазин, потому что рядом с домом ничего нет, отвезти детей в школу, поехать на ферму, привезти корм, съездить в путешествие, на рыбалку, все что угодно, вывезти мусор. Постоянно с этим все время проблема. Только машину помоешь, кто-то звонит. Алло, у кос нет корма, никто мне привезти не может, вези. Постоянно какое-то раздражение, постоянно ездишь в помойке. Как водится, сначала были мысли, думы, поиски, поиски универсального автомобиля, который нам бы пригодился и в повседневной жизни, и в повседневных делах, и в путешествиях, и чтобы он мог там всем проехать, и чтобы в него можно было много чего погрузить, и так далее, и тому подобное. Конечно, мы сразу смотрели в сторону пикапов, но были нюансы. Ну, это, наверное, трактор, а не автомобиль. Это, наверное, очень жестко. Это, наверное, большой расход. Это, наверное, никак не комфортно, и за тысячу километров ты просто одуреешь, и голова будет кругом идти. У нас были такие уже случаи, когда там, доехав, условно говоря, даже от Тамбова до Волгограда, потом мы просто лежали два дня или сколько ехать, потому что там была раньше не дорога, а направление. Сейчас, конечно, все лучше, но, тем не менее, на ухабы на нас часто заносят на всякие разные. Также нужно учитывать, что мы любим автопутешествия. Что это означает? Мы ездим на рыбалку, мы ездим на Малую Родину, мы ездим в Тверскую область, на берег Волги. Мы ездим к каким-то нашим представителям в разные регионы, к знакомым фермерам, там, еще куда-то в отпуск. Все время мы все время едем. У нас за год пробег обычный, это 60-80 тысяч километров. В чем сложность ситуации? Кто-то говорит, ой, УАЗик там, или ой, там, НИВА. Проедьте на НИВЕ тысячу километров. Понятно, что она хороша по бездорожью, но мы не искали именно вот автомобиль универсальный, да, чтобы мы могли сесть, проехать тысячу, там, не важно сколько, 200 км по шоссе, потом залезть в какие-то девры, покажи, вон, какие тут бабы, кстати. Бля, красота. Друзья, это ИВЫ, мы не в Австралии, мы не в Африке, мы в Астраханской области. Вот еще вот этот классный дерево тоже. Вот этот я бы вот... А это вообще похож просто на коров, что ли? Я не знаю, кто в нем живет и сколько кого в нем живет, но он, зараза, очень красивый. Я специально на него сел. Итак, друзья, к делу. Знакомьтесь, мускулистый красавец цвета астраханского неба. Рамный пикап Jack T6, производства китайской компании GAC Motors по прозвищу Jules Barth. Смотрят на небо и ищут по книгам следы настоящей любви. Но где она живет? Вечная любовь, уж я так не всегда. Готовь. Вечная любовь, чистая мечта, не тронутая тишина, не тронутая тишина. Кстати, кто нас видит первый раз, мы Александр и Ирина, фермеры из Подмосковья, ранее городские жители. Начинали мы с перепелов свою фермерскую деятельность пять с лишним лет назад. Теперь у нас и козы, и гуси, и утки, и кабаны, и пони есть. Кто у нас еще? Куры. Ну, короче, все-все-все. Именно поэтому мы называем себя новые деревенские. Известны мы широкой публике тем, что первые и единственные создали полную энциклопедию о перепелах на нашем YouTube-канале. Как выводить, как выращивать, чем кормить, как спать укладывать. Все-все-все, друзья, о перепелах вы найдете на нашем канале. Кстати, написали мы про перепелов книгу, их перепелочки мои, инструкцию по созданию мини-фермы на мини-площади. Ссылку для заказа книжки мы оставим в описании. В каждом видео мы рассказываем о том, как живет современная деревня, как мы трудимся, как мы отдыхаем, на чем мы ездим. Куда нас несет. Куда нас и с какой целью заносит. Да и вообще тут у нас всегда весело, выгодно, полезно. И вы знаете, друзья, у нас всегда на все есть свое собственное мнение. При этом в большинстве случаев оно сильно, разительно отличается от общепринятого. Каждый день, друзья, с утра до вечера мы заглядываем за горизонты и ломаем стереотипы. Даже если вы никогда не задумывались о переезде в деревню, все равно рекомендуем вам подписаться на наш канал. Просто потому, что посмотрев любое наше видео, мы гарантируем вам приток жизненных сил. Залипните, короче, друзья. Ну а пока поставьте просто нам жирнющий-жирнющий лайк. Это поможет сильно продвижению нашего канала. Ну и оставайтесь с нами. И первое, конечно, на что обычно многие обращают внимание при выборе, это безусловно дизайн. Сейчас все скажут, да нет, мы сначала смотрим технические характеристики. Но мы-то точно на дизайн, поскольку мы эстеты, мы сами дизайнеры с опытом. Ну и на самом деле, хочу сказать, что даже те, кто говорят, что нет, мы на дизайн не смотрим, это они просто так думают. Лукавят, лукавят. Все равно первое, на что обращаешь внимание, это встречаем по одежке. На мой взгляд, вот с точки зрения дизайна, он просто вот охренительно красив. Кто-то скажет, это старомодно, кто-то скажет еще чего-то. Ну, друзья, и я не новый, понимаете, вот для меня это вот то, что надо. Все линии, все зазоры, все выверено, все просто вот. Апологет просто стиля, он кричит. Я такой вот олдскульный пикап. На рыболовной базе у джибарсов всегда полно дел. Отвезти удочки в лодку, съездить в соседнее село в магазин, рыбу отвезти в рыбочистку, умчаться куда-то по степи на поиск специального места, где сегодня будет рыбалка мечты. И где бы он ни был, он неизменно привлекает внимание отдыхающих. Это понятно, они же тоже рыболовы. И по-любому входят в первую, прямо вот самую основную целевую аудиторию пользователей такого автомобиля. Подходят, интересуются. И вы знаете, вот мы получили обратную связь, что стереотипы о китайских автомобилях вообще, они всегда одни и те же у всех. И они стандартны. Первое. Одноразовая игрушка на год-два. Быстро ржавеет. Все рассыпается. Все ломается. Это о ком? Это еще о тех китайцах, которые были 10-15 лет назад. Которые все помнят, да? Второе. Запчасти проблема. Прямо их не достать. Долго ждать. Где обслуживаться непонятно. Где чиниться непонятно. Вот встретили тут Александра Леонова. Да, он сам владелец китайского автомобиля, только другой марки. Он прямо выбежал навстречу. Какая машина! Какой цвет! Хорошо, что моя жена не видит, говорит. Но сразу. А где будете ремонтироваться? И вы знаете, вот за время... За время нашего пребывания на базе нам удалось уже получить опыт, да? Он пусть небольшой, но мы уже поняли, что и как с запчастями именно с точки зрения автомобиля Джак. Самое время поговорить про ломушки и стереотипы мышления. Ну, это-то уж мы любим и умеем. Так вот, хочу вам сказать, друзья, что история дама такая, имеющая свойство обычное повторяться. Если кто застал начало 90-х, тогда родился такой вот, на мой взгляд, абсолютно дурацкий термин иномарка, да? Если кто не помнит или не застал это время, я вам расскажу, что была огромная территория, практически одна шестая часть суши, на которой все ездили, вот как минимум касаемо легкового транспорта, все, кто имел к этому доступ, скажем так, да? На всего нескольких автомобилях, марках я имею в виду местного производства, там Жигули, Москвич, там Волга, Запорожец, по-моему, и все. И вы знаете, вот в начале 90-х, когда в связи со сменой государственного строя, в связи с открывшимися границами, хлынул поток всяческих разных автомобилей, всяких разных марок, поскольку в них не особо кто на этой огромной территории разбирался, то они все незнакомые виды, значит, иномарка, да? До сих пор, 30 лет уже прошло, а эти стереотипы до сих пор живы, и вот часто даже там вот иномарка там и так далее синего цвета. Бред сивый кобылов. Так вот, на тот момент существовала целая когорта апологетов, скажем так, аббассадоров советского этого автопрома. Что они говорили? Опять же, не применительно к какой-то отдельной марке, да? Они говорили, иномарки все одноразовые, ничего там не регулируется, ничего там не меняется, вот в Жигулях все можно поменять, там все сразу выкидывай, покупай новую. Конечно, буржуи, у них денег куры не клюют. Ничего вам это не напоминает, вот относительно сегодняшнего всеобщего стереотипа по поводу китайских автомобилей, да? Дело в том, что производители китайских полным-полно всяких разных. Так вот, термин китайский автомобиль, на мой взгляд, это точно такой же обобщительный бред, как и иномарка. Разные производства, разный опыт, разный менеджмент, разная история, все разное у каждой марки. Зачем их в одну кучу, не знаю. Вот, например, если взять Jack Motors, да, то он производит автомобили уже более 50 лет. Известны по всему миру погрузчики, да, грузовики, малотоннажные, среднетоннажные, как это сказать, я не знаю этого слова, крупнотоннажные, да, или, ну, короче, большие. Вот, продает он в том числе и пикапы в самых разных странах по всему миру. Я это не просто так говорю, я специально штудировал там тот же YouTube, да, и мне попадались, ну, мне попадались каналы разных стран, где вот они занимаются именно Jack'ом. Либо продают, либо эксплуатируют, либо еще чего-то. Конечно, у нас еще нет опыта длительной эксплуатации. Конечно, мы еще не знаем, будет ли ржаветь, не будет ржаветь, будет ломаться, не будет ломаться. Вообще еще нет просто этого опыта ни у кого, поскольку компания присутствует в России не очень давно, и автомобили вот эти вот продаются, по-моему, с 19-го года. Чего уж там скрывать, мы и сами находились во власти всех этих заблуждений. Ездили за все эти годы на всяких разных автомобилях, от простых до премиальных, но никогда, на самом деле, в сторону китайцев даже не смотрели. Обращаясь в представительство Jack Motors по поводу пикапа, мы, если честно, ничего особенного от него не ожидали. То есть, да, он как-то будет ехать, безусловно. Да, в него можно грузить. Да, как бы, поскольку он не старый, по-любому как-то, ну, проедем, да, надеюсь, без проблем. И, вы знаете, вот, по результатам вот этого почти месяца, я могу сказать, что мы удивлены, это ничего не сказать. То есть, никак мы, чего вот мы не ожидали от автомобиля китайского производства, так это эмоции, да. То есть, мы, на самом деле, в шоке. Если есть стадо, есть пастух, если есть тело, должен быть дух, если есть шаг, должен быть след, если есть тьма, должен быть свет. Хочешь ли ты изменить этот мир, сможешь ли ты принять все, как есть, встать и выйти из ряда вон, сесть на электрический стул или трон, снова за окнами белый день. Один из сложивших стереотипов про китайские автомобили, это то, что на них нет запчастей, либо долго ждать, либо невозможно найти и так далее. Ну, во-первых, скажем так, все, что нужно есть на Алиэкспресс, если кто в далеких регионах, да, это мы проверили, это мы нашли, это мы посмотрели, от кузовных деталей до различных расходников. Проблема тут, знаете, на самом деле, она немножко в другом. Вот если на все вот эти общепринятые, давно известные марки, вы приходите в обычный магазин запчастей, там, обращаясь к консультанту, он заходит в определенную программу. Ну, откуда это берется программа? Это у них есть такой портал, там, например, там exist.ru, да, всем давным-давно известный старинный сайт, где ты заходишь, например, выбрал BMW, выбрал там Volkswagen или Ford, неважно абсолютно, выбрал модель, выбрал двигатель. И у тебя получается, как бы, комплектация, да, там, выбираешь, какая часть тебе нужна двигатель, например, либо коробка передач, либо кузовные детали какие-то, либо перед, зад, там, бок левый-правый, вот. Вот, и тебе сразу спецификация, да, из каких деталек все это дело состоит. На китайские автомобили, в том числе, вот на Jack, например, да, на них такого еще нет, скажем так. Они совсем недавно появились на российском рынке, и, соответственно, вот это еще, видимо, не сделали. Но, есть официальные дилеры, вот сейчас я просто резу в интернет, да, и ищу дилера, который мне удобен, который мне удобен. Я скажу, скажем так, не было бы счастья, да несчастье помогло, да, вот мы коцнули фонарик задний правый, и, соответственно, нам, конечно, хочется Джульбальсику очень срочно купить новый фонарик. Вот сейчас мы его попробуем найти. Вот я захожу на официальный сайт jackcar.ru, и найти дилера, вот здесь у нас есть вкладочка «Найти дилера», и выбираю, где удобно. Москва, Леонозово, сейчас все узнаем. Думаете, нужно кому-то продавать эти автомобили? Не очень, я вижу. Здравствуйте, девушка, подскажите, с кем можно поговорить, мне нужны запчасти на Jack T6 на пикап? У нас нет. Ага, а не подскажешься, к кому можно обратиться? К сожалению. Спасибо, до свидания. Пожалуйста. Здравствуйте, вас приветствует компания Jack Автомобиль, официальный дистрибьютор автомобиля марки Jack в России. Обращаем ваше внимание, что в целях улучшения обслуживания все разговоры записываются. Оставаясь на линии, вы подтверждаете, что согласны с обработкой ваших персональных данных. Я согласен с обработкой персональных данных. Нажмите 1. Если вас интересует покупка нового автомобиля, нажмите 2. Если вас интересует покупка запасных частей, нажмите 3. Нажимаем 3. Если вы хотите внутренний номер. Попытались найти дилера на север Москвы, да, не получилось. У нас все равно, Дмитрий. Дмитрий, добрый день. Вот мы с вами вчера разговаривали по поводу заднего фонаря на Jack T6. А вы должны прислать мне номер и... Да-да-да, просто я искал дилера на севере, они не занимаются запчастями, поэтому, судя по всему, можете мне, вот, например, я вам продиктую номер, я просто по 8800 звоню. Простите, пожалуйста, попростите, не могу писать, у меня, ну, нет, к человек, клиент стоят. Куда прислать-то мне, я не знаю. На WhatsApp, либо на рекламной почте. На WhatsApp, у меня нет вашего номера. Запиши номер. Он на 903 звонится. Мы звоним на 8800. Мы, напоминаю, находимся в Астраханской области, Харабалинский район. Очень хотим фонарик, чтобы наш Jack T6 стал опять красивым. И Дмитрию, дилеру с Варшавки, отправляем, ну, я имею в виду представителя дилера, да, отправляем вин номер. Ну, собственно, вот, не прошло и получаса, как пришел ответ. Фонарь задний правый, 4162 рубля 60 копеек, есть на центральном складе. То есть, в принципе, никакой проблемы нет, да. Ну, это в Москве на центральном складе. Это в Москве на центральном складе. На сайте написано, что вышлем в любой регион. Ну, когда надо, чтобы для счастья, лишь бы друг был доволен, пришел нам фонарик, сейчас посмотрим. Ира, почему ты не командуешь, что мне никак надо делать, чтобы быстро? Ну, ты же мужчина, ты сам все знаешь. Слушай, вот всегда бы так говорили. Пьем? Да. Красивый будет какой. Что у нас тут в салоне? Все просто, все просто, но это уже совсем не те китайские автомобили, которые были когда-то там в нулевых 10-15 лет назад. Отделка, она как бы обычная, но она абсолютно нормальная. Нигде ничего не гремит, нигде ничего не скрипит. Пластик как пластик. Руль кожаный, с кожаной отделкой. Руль очень красивый. Мультифункциональный. В базе есть круиз-контроль. В базе управления этой мультимедиа. Магнитолка простенькая, да, в этой комплектации. И с ключом он заводится, потому что это самая простая комплектация. В комплектации немножко побогаче. Там их две всего, да? Две комплектации. Та, которая подороже, причем дороже она всего лишь на 100 тысяч рублей. У нее уже сидение с кожзаменителем, но нам такие не очень нравятся. У нее уже дисплей здесь, как бы богатая такая мультимедиа. Там и Bluetooth, и AUX, и все есть. И у нее бесключевой доступ. Запуск с кнопки. Руль регулируется только вот вверх-вниз. Но при моем росте, вот метр семьдесят восемь, мне его никуда ни на себя, ни дальше, и не надо откидывать. То есть меня все устраивает. Если кто-то там ростом выше, например, гораздо, да, то для начала примерьтесь. Потому что вполне вероятно, вам не очень будет удобная посадка. Но, как я еще раз сказал, нам в самый раз. Не нашел я нигде температуру. То есть температуру окружающего воздуха. Не знаю, показывает он или нет. Температуру на колесах, причем, он показывает. Давление в шинах показывает, датчики там стоят. А вот просто какая температура, я не нашел. Поставляются они в Россию с двумя двигателями. Один бензиновый, другой дизельный. У нас вот это вот бензиновый, 177 сил. Двухлитровая рядная четверка с турбонаддувом. Кто-то скажет, турбина там, ой, сломается. Ну, там какая-то именитая австрийская фирма. То есть не просто там, ноу-нейм какая-то турбина. Кто-то скажет, масло жрет. Но вот за 4000 километров никуда оно никак, ни на минутку, ни на миллилитр, никуда не исчезло. Вот. Что еще по салону? Ручная коробка в любой комплектации. Кто-то скажет, ой, нет, я хочу автомат. Ну, значит, такая машина не нужна. Нам именно ручная подходит. Почему? Потому что мы довольно часто таскаем груженый прицеп. Мусор там, корма какие-то, лодку там, еще чего-то. Прицеп, он очень часто болтается за нашим автомобилем. Сидеть мне удобно. Может быть, совсем чуть-чуть мне не хватило поясничной поддержки. Вот тут вот в самой пояснице. Но это уже совсем мелочи. То есть, по большому счету, понимаете, вот идеала же его тоже нет. Идеал это какая-то там, как вот девушка идеальная, да. А это вот такая живая, такая вот живая организма, которая, которая вот, хочется в нее, в общем, играть, как маленькому мальчику в машинке. При езде достаточно тихо. Шумоизоляция, на мой взгляд, абсолютно нормальная. То есть, как многие говорят, ультилитарный автомобиль. Абсолютно комфортно ехать. Нигде ничего не гремит, нигде ничего не стучит. Ручник, он такой вот, настоящие дисковые тормоза на всех колесах. Тормоза тоже нормальные, в отличие от некоторых, в отличие от некоторых, скажем так, одногруппников или конкурентов, не конкурентов, не знаю. Где они вроде как тоже нормальные, но чувствуется какая-то вот, знаете, такая пограничная, вроде не слабость, но какая-то вот неуверенность. Этот тормозит достаточно уверенно. Места хватает и сзади, и спереди всем. По расходу бензина, смотрите, по трассе 10 литров. 10,1, 10,2. Мы, если честно, конечно, удивились. То есть, абсолютно приемлемый, на наш взгляд, на тяжелой, груженой махине расход. По городу где-то 12,5, наверное, так, да, Ир? Мы чисто по городу мало ездили еще, но где-то вот у нас получилось где-то 12,5. Тоже, в принципе, приемлемо. По трансмиссии. Вот тут все очень просто, она как бы абсолютно простая. А обычно это задний привод, задний привод, то есть по шоссе это можно считать заднеприводным автомобилем. Насколько я понял, что это жестко подключаемый передний мост на бездорожье, да, можно подключать его во время движения и так далее. Мы по вот этой раскисшей степи, мы довольно часто попадали в ситуацию, когда нам пришлось подключать передний мост, да, и ехать на четырех ведущих. И один раз уж совсем в луже, в жиже, где мы не смогли проехать, нас сносило в сторону. Мы включили вот эту понижайку, тоже она включается, просто нажимаешь, она включается, понижайка нас вывезла, да, вывезла, несмотря на то, что обычная шоссейная резина. Да, мы его никуда не сували с целью там особого какого-то бездорожья, с целью засадить. Но, самое главное, мы выполнили все задачи, которые перед нами стояли. Мы проехали туда, куда нам надо, в тот момент, когда нам надо. Мы оттуда выехали обратно. Он уверенно пер по любой дороге, за что ему, конечно, большое спасибо. Вообще вся вот эта история, двигатели, турбина, коробка, все это вместе вызывает уважение. То есть чувствуется опыт компании в производстве грузовиков, видимо, он сказался. Во-первых, я ни хрена не понимаю, когда эта турбина включается, никакого нигде подхвата нету, все тяга ровная с самых низов. Все-таки вот все это заточено под груз, что, конечно, душа поет от чего, вот сейчас нагрузили еще килограмм 100 помидор. Нет, вообще там не видно уже, короче, дальше не видно ничего. Потому что сами же понимаете, едут с Астраханской области, везите арбузов, везите помидор там и так далее. Ну куда деваться, друзья, да, заказывали. Ну вот, если там мы на чем-то ехали, всегда были мысли там, поедет, не поедет, тяжело-нетяжело, перегрузим-не перегрузим, здесь, по-моему, ему все равно, то есть его что грузить, что не грузить, он только мягче поедет. Ну, конечно, до известных пределов, но у нас забито уже под крышу там все, которой нет, скажем так. Ну, я имею в виду, вот, под крышу этого кабины. Что-то опять какая-то буря, что-то продвигается. Вот, и на самом деле, вот смотрите, какая история. Вот эта вот эластичность, первая передача короткая, да. Это объясняется, видимо, тоже грузовой предназначенностью. Может робот со второй, если не груженой, никакой проблемы. Вот сейчас я до 60 опущусь, вот, например, сейчас 70, да, вот мы включаем пятую. Груженая машина, и смотрите, что она делает. Она пошла разгоняться, понимаете, вот это вот меня очень возбуждает. Вот мы едем уже 90. Ну, 6, да. Сейчас я пятую включу, на 70 км. Да ладно, чего уже, поехали, как в Феррари. Поехали, как в Феррари. Что интересно, я не знаю, вот напишите в комментариях, у кого как. У меня вообще нет опыта с ручной коробкой, которая шестиступенчатая. Вот, если вот, например, с пятой, покажи на коробку, если с пятой вот переключится, то она упадет на четвертую, а шестая, она вот туда вот вбок и вниз. Это всегда так, да, или как? Или она с пятой должна на шестую, я вот этого не понимаю. Ну, короче, шестая, вот сейчас я включил шестую на 90, тоже она едет. Как он это делает, вообще я не понимаю. Причем, вот, кузов, как я говорил, его не промять, да, вот если, например, по нему прыгать, там, или еще что-нибудь, попытаться вернуть. Ну, а едет он мягко при этом. Не знаю. Короче, могу вам сказать, что это не какое-то сырое изделие, это вполне себе отработанное механизмами. Респект инженера, мне же больше. Да, слушай-ка, там что-то вот впереди. Больше всего, конечно, радует, вот, чем больше кинул, тем плавнее он идет. Настолько вот мы устали от этого бам-ба-бам, бам-бам, бам-бам, вот по этим дорогам, по-другому у нас просто никогда не бывало. Всегда бам-бам-бам. Ну да. А этот тихо тащится, не как это тащится, тащит, я хотел сказать. Этот тихо тащит, себе прет, не знаю, просто покоритель пространства какой-то. Мы даже стесняемся вам показать, что у нас там сзади и как это выглядит. Но на самом деле, при ближайшей остановке придется, потому что это некое тоже, как элемент шоу. Надо было, я же побежала за телефоном, чтобы снять эту всю историю, как вы паковали сверху эти помидоры. А еще давай пять арбузов, а еще дыньку. Ну, аппетит приходит во время еды, сами понимаете. Во все дырочки, короче, мы засунули по арбузику и сверху выдрузили три ящика помидоров. Как куркули, Саша, тебе не напоминает это ничего? Пригодится, своя душа не тянет. Нужа подавится такой, ну, ну, я говорю, почем помидоры. Еще сюда, еще сюда, еще сюда давай. Я говорю, ну, давайте, один ящик, давай, ну, еще один. Говорю, да, а арбузы почем? По пятнадцать, ну, по десять, берите. Короче, все вошли в раж по погрузке джака. И более того, этот продавец сам нам радостно укомплектовывал кузов. А Сурбас такой только присел и дын-дын-дын-дын и погнал дальше. Очень забавный продавец попался. Такой мужчина в возрасте, которому только, да, и развлечение называются. Для него прям это целая история была, как он нас паковал. Пока заболтались ты, между прочим, мы так на шестое и едем. Да? Да. Все, никаких проблем. Что-то там лохматится сзади, но нормально. Да? А, там этот, плед. Ну, плед это нормально. Какой плед? Какой плед? Ой, нет, не той. Ритка у нас тут притулилась. Всем, короче, уютно. Вот обещали показать, как это выглядит. Не очень, конечно, эстетично. Кто-то скажет, поставьте кунг. Но, друзья, кунг убивает пикап. Вы что, вот это вот самая сексуальность, это вот коп, а дальше кузов, понимаете? Нам не хватило для крепления, вот видите, мы пристроили такую, как это сказать, тент от прицепа, да? Вот здесь есть проушины, я вам покажу в пустом кузове. Вот по углам нам бы еще вот раз, там, два, три, и с той стороны так же, и по заднему борту. Тогда бы у нас все было эстетично. А так, сами понимаете, еще помидорок, еще, ну, мы, в общем, уже рассказывали. Ну, это не проблема, это можно, я думаю, в плане тюнинга. То есть, это же железяка все, поэтому, я думаю, что можно приделать. Да, Вера? Угу. Ты рядом со мною, и весь этот берег наш. Когда я вижу, как ты танцуешь, малыш, ты меня волнуешь, когда ты смотришь так серьезно, малыш, я тебя люблю. Прочитал где-то у кого-то в комментариях, типа, все это очень хорошо, только никак не могу понять, зачем мне грузовик. Лично я ложусь спать, у меня только перед сном 10-20 идей возникает, просыпаюсь еще 20-50. Если это видео наберет 1000 лайков, давайте переговоримся так, я напишу книгу 300 плюс идей применения пикапов в повседневной жизни. К примеру, вот это мой столик для готовки. Мы здесь на природе готовим. Есть, кстати, уже видео на канале, можете смотреть из недавних. Очень удобно. Мы с этого ловим рыбу. Если подъехать куда-то на пристань, с этого можно нырять. Вот видите, мы пристроили сидение, потому что на нем катается дочка по берегу реки, например, глядя вокруг и снимая свои тиктоки. Здесь на Новый год можно выстроить снеговика и возить его по детским праздникам. Можно сделать небольшую переносную перепелиную ферму. Можно просто натянуть струны вдоль стенки. И сушить рыбу, например. Все, что хотите, друзья. Понимаете, вот лично у нас в жизни... А потом раз помыл такой, и все чистенько. Все чистенько, да. У нас, вот, например, сколько я себя помню, никогда в жизни у нас не было ситуации, когда нам чего-то куда-то не надо везти. Вообще не помню. На основании нашей, пока еще не очень долгой, но все же эксплуатации, могу заявить со всей ответственностью. Если вам нужен автомобиль для отработки алгоритма работа, дом, магазин, снова работа, может быть, максимум поездка на дачу, эта машина не для вас. Но если вы активный, если у вас деятельность, если у вас активный отдых, если у вас автомобильные путешествия, если у вас путешествие с семьей, то для всего этого я считаю, что пикап это... Да, Ира? Вообще слов нет. Вещь просто очень подходящая, потому что, ну, этот кузов, как я уже сказал, его можно очень использовать по-разному. Кто-то говорит, ну, это же, типа, рабочая лошадка, типа, на кой тут красота эта нужна? Не знаю, кому-то, может быть, нужна, кому-то не нужна. Я считаю, что вот вокруг нас все должно быть красиво. Правда, Ира? Да, это вообще нас. Красивая Ира. Почти наш девиз. Почти наш девиз. Хотим, чтобы было красиво. Как-то сточково мне здесь ехать. Е-е-брасоты. Снимаешь? Да. Молодец. Молодец, Джурбар. Ралли, такое, блин, Париж-Дакар. Блин, вообще, у меня живот разболелся. Справился, что? Ну да. Не поморщись. Мы летим, смотри, как корабль. Покружение, чаек. Еще дельфин еще. Покружение. Здесь, видишь, здесь уже скосили. Ну да, я все переживала. Ну, что это они траву не скашивают? Надо было бы к Шевраору подъехать уже. Все сразу на своих местах. Как должно быть. Так, походу у нас там еще... Вот сейчас еще будет место такое. Сейчас такое, проверочное тоже. Так. Мы на какой сейчас едем? На четырех этаж, да? До четырех колеса мы едем. Блин, как мне стремно. Ё-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Саша, там вообще... Стой, 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 стой. Может, потихонечку? Блин, такие испытания жесткие. Да, жесткие испытания. Давай, Джульбарсик. После дождей... Четыре колеса. Может, пониже наплечить? Да уже хорошо и так, смотри. Вот туда, может, нет? Не надо. Там, потому что лужа огромная опять. Сейчас все будет хорошо, подожди. Ну, прямо едем направо. Поехали направо. Там будет это... Блин. Ты специально лужи ищешь, что ли? Да не специально я ищу. Я не знаю, где они тут. Что сделать? Туда поехать, обратно? Там уже вон возвышенность. Поехали. Ну, а вон лужище. Там вон лужище, да. Склиская. Давай я развернусь, подожди. Давай. Если получится. О, как мы. Круто. Да, однако. Жалко просто засадить-то, потом кого-то дозовешься. Мало вероятно, что мы, конечно, засадим. Но вот сюда, да? Там тоже не лучше, мне кажется. Или получше? А, нет, получше, смотри. Нормально. Ну, нам уж просто вот... Мы просто в стекире. Жалко же, сужишь. Мы просто в степи. И тут вот объяснить. Не, ну, мы, конечно, объясним местным-то точно объясним. Ну, а сейчас уже этот навигатор же ест. Ты просто вспомнил, когда у них еще не было. А, да. Как мы тогда одному объясняли. Помнишь, когда я на снаете? Да, сейчас ты послал локацию, да и все. Кому слать только был бы. Ну, короче, проверка пройдена, я считаю. Каеф. Вот иногда, когда смотришь обзоры на предмет именно внедорожных качеств, да, то складывается ощущение, что просто вот по старинной русской традиции кто-то пытается мериться размером кое-чего, да. У нас, вот, например, лично у нас в жизни, вот, за последние, там, ну, не знаю, 10-20 лет бездорожье было каких типов, если начинать от дома? Первое, это выпавший ночью, например, снег зимой, да. Потому что снегопады бывают в Подмосковье и обильные. С утра надо везти, например, дочку в школу. Не проедешь, пока не приедет трактор. Второе, вот, например, прошлую зиму, вот, например, оттепель, да, оттепель. Потом приезжает трактор, кое-как чистят, остаются куски. Куски замерзли, все пороги мы у Фордика, у этого нашего расхреначили, потому что он низкий. За зиму просто все пришло в негодность, за одну зиму. Следующий тип бездорожья, следующий тип, это наши приключения всяческие рыболовные. Ни в какие особо трудные там места мы не залазим, но, тем не менее, нам нужно, чтобы автомобиль привез нас в ту точку, которая нам нужна. Вот сейчас мы едем по Астраханскому займищу. Сейчас оно сухое, просто здесь местами есть неровные участки. Джак с ними прекрасно справляется. То есть, нигде ни разу мы ничего не задели. Тут вот сейчас скоро будет такое место. Из грязи, как мы, да? Вот, но нам повезло. Буквально в первый день, когда мы приехали, да, до этого были 3-4 дня проливные дожди, грозы и так далее. И вот всегда, ну вот раньше, да, на любом практически другом автомобиле, ну, конечно, любой бы длинорожник справился, наверное, да, но мы ездили вот на Vianna, на RX300 даже, на этой, как ее зовут, на Ford Focus, на десятки там и так далее. На всяких разных, но всегда у нас был ужас, когда начинал капать дождь. Вот дождь начинает капать, мы сразу срочно собираемся, срочно надо успеть выехать. Почему? Потому что вот эта вся штука, она сильно раскисает. И скользкая становится. Становится скользкая. У нас был случай там на этой, на десятке, что просто передние колеса еще как-то гребли, а задние, они просто залепленные грязью, уже вообще не шевелились. И мы каждые 50 метров останавливались, снимали задние колеса, вычищали эту грязь. У меня голос дрожит, потому что мы тут на мелких этих трясемся. Машина сейчас пустая, поэтому, поэтому ведет себя как пикап, да, настоящий. Ну и смотрите, вот я говорю, повезло нам, да, мы ее прогнали туда-сюда. В общем-то, со всей этой дорогой он справился. И сначала мы, безусловно, боялись первые минуты, делали себе жим-жим. Но потом успокоились, видим, что все нормально, и проехали. Третье бездорожье, оно примерно то же самое, что здесь, просто плохая дорога, когда мы ездим отдыхать в Тверскую область, там, на Волгу, да, там бывают подъезды к реке, очень, к реке очень такие замысловатые, либо дорога вдоль реки, да, требуемого места. Туда мы еще на нем не ездили, но я думаю, что тоже проблем особых не возникнет. Кузов как кузов, смотрите, он железный, он покрыт вот таким вот типораптером материалом, ничего тут не это. Это мы специально поставили, чтобы показать, что пикап это не только для работы, скажем так, там, не только рабочая лошадка, это еще и для отдыха. Вот, он немножко грязенький, но в этом и прелесть. Мы специально вам его таким показываем, потому что в данном видео мы уже 4 недели почти шляемся по разным астраханским, рыболовным и прочим делам. Здесь ездили картошки, арбузы, дыни, рыбины, большие и маленькие, удочки, лодки, все что угодно тут уже ездила. И вы знаете что, вот 4 недели мы не заезжали на мойку, просто потому что ее здесь нет. В салоне не пахнет, в салоне не пыльно, в салоне ничего нигде не торчит. И вот в этом, конечно, охренительная прелесть отдельного кузова. Как мы об этом мечтали, потому что каждый раз где-то рыба протекла, где-то как бы что-то пролилось, где-то там этот мусор, это вообще отдельная песня. В итоге что? Вонь, друзья, вонь, пыль, грязь, катка немой, здесь нет возможности каждый день где-то там мыть. Безкомфортно. В итоге нет комфорта. И как вот, понимаете, получается, что пикап это самый комфортный автомобиль для активного отдыха, а не только для работы. Кузов он размер полтора на полтора метра, все здесь удобно, даже вот лодочный мотор, он прям встал вот прямо по арке колеса, прям великолепно. Дороги во многих местах Астраханской области не отличаются излишней ровностью. Но вот сейчас мы идем груженые, возвращаясь уже в сторону дома, и что туда, что обратно. Вот он покачивается, конечно, но глотает он все эти неровности. Я бы даже сказал, вот едешь и кайфуешь, просто комфортно. Конечно, когда он был бы, если бы пустой, то мы бы здесь потрясывались, за целый день езды устали быть, наверное. Хотя, как я говорил, он тоже очень задорно все делает. Ну а груженый вообще, самое главное, он делает это молча. То есть вот он гребет этими своими колесами. Я сразу представляю, вот именно как джурмарс несется по степи. В общем, я бы груженому, по самое не балуйся, я по езде по неровным дорогам поставил бы вообще очень хороший ответ. То есть проадвеска ни разу нигде мы не пробили, чтобы бабам где-то сделала, ни на каких ямах, ни на каких ухабах. Ну это, наверное, связано с высотой шин, да? Колеса толстые у него, такие, как я бы сказал. В общем, чим? Колыхаемся. Колыхаемся. Итак, просто резюмируем по использованию. Для таких, как мы, для сельских жителей, любящих активный отдых, любящих путешествия, автомобильные путешествия, отдыхающих с семьей там или иначе, ездящих на рыбалку и так далее, стопроцентная пригодность, стопроцентная пригодность по дорогам шоссе хорошим, по дорогам не очень хорошим тоже шоссе, по дорогам грунтовым, по бездорожью, по подъезду куда-то к водоему с целью спустить лодку, по повседневным делам. Везде, везде, везде на протяжении вот этого месяца мы его испытали и, соответственно, говорим ему большое спасибо. Вы знаете, никогда в жизни мы не давали именно собственное автомобилю. Не знаю почему. Лодкам давали, яхтам давали, автомобилям нет. Ну вот он, получается, он первый, который вот так нас поразил, но Джуль Барс никуда не дерется. За время нашего очередного астраханского путешествия мы получили массу впечатлений. Мы гоняли по степи, мы ловили рыбу, мы купались, мы загорали на пустынных лодских пляжах, мы встречались с друзьями, мы жарили мясо, что только мы не делали. Мы набирались просто вот эмоций, впечатлений, мы, у нас туча творческих планов, мы перезагрузились, отдохнули, мы трудились и просто вдыхали вот воздух степей. И в последнюю очередь, друзья, нашу поездку сделал он. Пикап Джак Т6, по прозвищу Джуль Барс. И вы знаете, я уже больше не хочу с ним расставаться. Закат окончил летний тёплый вечер, Остановился на краю земли. Тебя я в этот вечер не замечу, И лживые не нужно слёзы лить. Достаточно терпеть твои обманы И слушать ночью сказки о любви. И можешь верить мне, больше я не стану заглядывать в окно. Как хочешь, так живи. Пусть в твои окна Входит беспечный розовый вечер, Пусть провожает розовым взглядом, Смотрит нам вслед. Пусть и насмешки стерпит твои, Пусть доверяет тайны свои, Больше не надо. Спасибо за внимание. Мы возвращаемся домой. До новых встреч. С вами были, как всегда, ваши, Мои Перебила. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова